Девушки отдыхают 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 Положение вне игры фиксирует арбитр на линии у Игоря Добровольского. Сравниваю наш состав, составом, в котором выступала наша команда в предыдущем отборочном матче чемпионата мира в Австрии. И, если не ошибаюсь, лишь одно изменение. Вместо Федора Черенкова с первых минут играет Сергей Олейников. Да, вот, к сожалению, двум спартаковским футболистам, Федору Черенкову и Сергею Родионову, как отметил в беседе со мной, главный тренер нашей сборной. Вот травмы помешали этим игрокам принять участие в этом матче. Родионов, правда, был на сборе в Новогорске, но приехал туда с травмой и решили тренеры в этой ситуации не рисковать. Ну, а так все остальные практически здоровы. Линднер. Далеко летит мяч после его броска и нарушают там правила хозяева поля. Произошла смена руководства сборной ГТР. Ну, пока вы видите камень безопасных нашей команды. И сейчас главным тренером команды является 44-летний Эдуард Гайер, наставник Дрезденского «Динамо». Михаил Ильиченко, нет, ничего не успеет. Пять минут сыграли команды. Еще раз напомню наш рассказ о подборочном матче, который имеет порядковый номер 17. Матче третьей европейской отборочной группы между сборными ГТР и Советского Союза. Стадион заполнен до отказа. Ну, и есть тут несколько тысяч и наших болельщиков. Бестонов, Добровольский, налево на Горлуковича и удар отворот. Да, Эдуард Гайер лишь вот второй матч в этом отборочном цикле руководит игрой своей команды. Но, впрочем, о тренерах сегодняшних соперников наших футболистов чуть позже. Эрнст отправил мяч налево. Дешнер, Замер, Олейников своевременно оказался вот на том участке поля. И уже Олег Кузнецов начинает очередную атаку нашей команды, опережает Добровольского Креер. Футболисты пяти клубных команд представлены в сборных обеих стран. Ну, у нас наибольшее представительство имеет Киевская Динамо. Шесть игроков из этого клуба. А у команды ГДР Дрезденская Динамо делегировала четырех игроков в национальную сборную своей страны. Невежливо там обошлись Заваровым. И возле самой кромки поля уже наши получили право на штрафной удар. Владимир Бессонов. Он сегодня играет на месте правого защитника. Вот спрашивает у арбитра, где произошло нарушение правил. Оживление на трибунах. Звучит родное шайбу в шайбу. Олейников. Заваров. Далеко выходят вперед защитники сборной ГДР. Пытаются создавать здесь вблизи штрафной площади искусственное вне игры. Михаличенко. Добровольский. Хорошее начало атаки. Добровольский на траве. Арбитр показывает на угловой флажок. Геннадий Литовщенко устанавливает здесь мяч. И я вижу пять-шесть игроков в сборной нашей страны потянулись к штрафной соперникам. На дальнюю штангу летел мяч. Но без труда забрал его Дирк Хайне. А начинала вот нынешний отборочный турнир сборной ГДР. Вспомните под руководством Бернаштанги. Он готовил команду к двум матчам. Потом следующие три игры на капитанском мостике был Ман-Светсап. И вот вновь еще одна смена тренеров. Ну, причины, я думаю, вам тут понятны. Неудачно сыграли сегодняшние соперники наших футболистов в большинстве матчей вот этих соревнований. Протасов. Уходит от Линдера. Михаличенко может оббить. Кузнецов бьет, но гораздо выше. Выше ворот пролетел мяч. А показалось мне, вы знаете, что сам капитан нашей сборной Алексей Михаличенко мог завершить эту атаку ударом. Хорошую передачу сделал ему Протасов. Но, впрочем, атаковал тут Михаличенко соперник. И еще одна могла получиться быстрая атака у наших футболистов. В последний момент в подкате там из-под ноги у Заварова смогли защитники сборной ГДР выбить мяч за пределы поля. Заваров, Олейников, Михаличенко, Олейников, Добровольский, Олейников. Мяч перехвачен. Штайнан. Замер. Вновь замер с мячом. Ну, ожидали, естественно, наши футболисты, что с первых же минут матча соперники будут стремиться атаковать, атаковать и еще раз атаковать. Да, напомнили мы вам ситуацию в турнирной таблице. Только победа в этом матче оставляет еще какие-то шансы сборной ГДР на выход в финальный турнир чемпионата мира. Вновь штрафной справа и вновь его готовится выполнять Рональд Креер. Олейников мяч отбил. Добровольский. Хотел сыграть на Заварова. Штайнман. Ну и показалось мне, что грубо там сыграл Штайнман. Нет, арбитр показывает, что можно продолжать игру. Михаил Ильиченко. Штамман. Пошел вперед вот в этой атаке и свободный защитник сборной ГДР. Бородатый футболист. Третий номер Диркштама. Ну а здесь справа стремится обострить ситуацию Штайнман. Решение арбитра. Наши должны выполнить штрафной удар. Не знаю, видите ли вы повтор вот этого эпизода. Наш редактор из Москвы сейчас мне подсказывает. Да, повторы до вас доходят. Ну, в мяч. Хотел тут сыграть Александр Заваров. Никакого нарушения правил не было. А что затем? Конечно же, опасная игра. О, при том тут руками атаковал Заварова соперник. Ну, довольно такой неправда ли зрелищный повтор, скажем так. Фидиатуллин. Добровольский. Кирстен перехватил мяч, но вот Фидиатуллин разрядил, как мы говорим в этой ситуации, обстановку. Вывел мяч за пределы поля. Добровольский. И арбитр показывает, что неправильно там атаковал соперника Сергей Горлукович. И все тот же Рональд Креер. У мяча. Подождал так, пока потянули штрафную партнеры. Мягко набросил мяч. Креер. И на всех парах мчится вперед Добровольский. Обыграл Тома. Протасово адресовалась передача. А вы знаете, еще левее там практически один стоял Геннадий Литовченко. Чуть повыше бы и чуть посильней. Штайман. В одно касание хотел Кирстен вернуть мяч Штайману. Литовченко. Получился у наших быстрый переход от обороны к атаке. И удар Литовченко. Ну, вы помните, что в первом круге этих соревнований 26 апреля в Киеве наша сборная одержала уверенную победу над командой ГТР со счетом 3-0. Тогда успех, прежде всего, принес такой плотный, активный прессинг по всему полю. Коллективный отбор мяча. Очень интересным, красивым получился тот матч. Ну, особенно первый тайм. В общем-то, все три мяча наши забили до перерыва. Ну, вот сегодня повторная игра. Какую тактику изберет команда на этот матч? Спросил я, естественно, перед игрой у Валерия Рубановского. Но он так ответил, что однозначно тяжело сказать, вот, или тактика такая, или тактика иная. Мы надеемся, что футболисты сумеют в ходе матча в зависимости от действий игры соперника варьировать различными тактическими вариантами. Ну, мы видим, что да, вроде бы чисто внешне активный хозяева поля. Вот еще один угловой удар. Много там игроков штрафной нашей команды. Чанов мяч отбил кулаками. Посчитал Штайман, что именно неожиданно, внезапно сможет здесь принести успех. Видимо, увидел, что не успевает занять Чанов вновь вместо ворота. Такой мощный удар, но уж на редкость и не точный. Честно говоря, не успел я запустить свой секундомер. Но вот смотрю тут на электронное табло на стадионе. Похоже, около 16 минут сыграли команды в первом тайме. Еще раз напомню, счет в матче сборных ГДР и Советского Союза пока не открыт. Олейников, Бессонов пытается обыграть Замара. Это ему удается. Несколько рискованно показалось, не пропускал мяч Креер. Не видел он, а что там за спиной? Может быть, кто-то из соперников-то и выскочит на добивание? Нет, все обошлось. Никто эту прострельную передачу из наших замкнуть не сумел. Да, пока вот чаще всего в центре нашего внимания оказывается капитан сборной ГДР Рональд Креер. Игрок Лепцикского локомотива. Сегодня он проводит свой 63-й матч за сборную ГДР. Ну, опытный футболист, ему 29 лет. Успел Бессонов из-под ноги у Андреаса Тома выбить мяч за линию ворот. Ну, впереди сегодня явно играют у хозяев поля два футболиста, два динамовца из Берлина. Андреас Том и Ульф Кирстен. Впрочем, простите, оговорился Кирстен из Дрезденского Динамо. Да, своевременно, точно, выходят на этот раз вперед наши защитники, оставляя за спинами вот именно Андреаса Тома. Горлукович, Добровольский, Олейников, Бессонов. Кузнецов, Хиди Атулин. Кузнецов. Вы знаете, в общем-то, и вот такая, на первый взгляд, вроде бы не слишком затейливая, скажу так, перепособка мяча на своем поле, естественно, преследует определенные тактические цели. Заставить соперников, ну, как говорят футболисты, раскрыться, выйти вперед, получить какие-то дополнительные шансы в стремительной игре на контратаках. И поэтому не будем однозначно так упрекать вот наших футболистов за подобную игру. Едва, едва не убежал здесь вот Линднера, Протасов. Ну, а Эдуард Гайер в прошлом сезоне привел свой клуб, Дрезденская Динамо, к победе в чемпионате своей страны. Дошли дрезденцы минувшей весной, я напомню, и до полуфинала Кубка УЕФА. И вот именно ему было доверено и руководить сборной ГДР. Левый защитник хозяев поля Матиас Дешнер. Ну, пока спокойно действуют наши, здесь, вблизи своих ворот. Ну, и, скажем, прямо, в общем-то, особо опасных моментов у ворот Чанова не возникало. Сегодня, естественно, над нашей командой не давлеет тот самый пресловутый груз очков, ответственности. Можно ожидать, что сборная сыграет свободно, раскрепощенно этот матч. Естественно, интересно и тренерам нашей команды с прицелом, прежде всего, на будущее проверить, как и команда в целом, и тот или иной игрок поведут себя вот в этой ситуации, когда сопернику просто как в воздух необходима победа. В общем, как вы понимаете, думаю, что не столько чисто турнирные задачи, а больше перспективные, что ли так можно сказать, прежде всего, вот в этом матче будет решать наша команда. Ну, потому что сомнений в том, что вот в двух оставшихся матчах сборная Советского Союза наберет это одно пока недостающее очко, чтобы на все 100% быть уверенными в поездке в Италию. Сомнений в этом, конечно же, ни у кого нет. Штамман и возвращает мяч Хаймер. Штюбнер, Дешнер с мячом. Штайман сумел пройти Бессонова. Хорошо играет на подстраховке Хидиатуллин. Эрнст. И положение вне игры уже давно здесь зафиксировал арбитр на линии. В начале октября, как вы знаете, собралась наша сборная на сбор в Новогорске. И последними вечером, 5 октября, приехали наши итальянцы Заваров и Олейников. Сегодня, кстати, Ювентус в Турине в матче 8-го тура принимает знакомую нам Аталанту. Ну, а команда из Турина сейчас на третьем месте с 10 очками. После 7 встреч выступая, 2 очка Наполь и 1 Интеру. Да, сейчас внимательно мы следим и за чемпионатом Италии. Штайман, Кузнецов, Литовченко. Не сумел Геннадий там остановить мяч. Кузнецов, Литовченко. Бессонов ожидает пока вот вернут ему мяч. Все партнеры прикрыты так долго Владимир ждал, пока вел мяч в игру. Ну и что? Можно продолжать игру. Да, было там нарушение правил, но с мячом наши игроки. Арбитр не останавливает встречу. Горлукович. И вновь мы вернулись в Карл Маркштадт на стадион имени Эрмста Тельмана. Ничего существенного вот за эти минуту с небольшим, пока что наша реклама здесь не произошла. Ну вот атака справа, Криер. Штайман. Чанов на выходе кулаком отбивает мяч. Играет удачно. Эрн. Дёшнер. И спешит к месту нарушения правил Бух-Хелен. Кто там? Похоже, это Дёшнер, левый защитник сборной ГДР. Михаил Ичерко. Он пришел сюда на помощь защитникам. Горлукович. Ну а здесь, да, пока впереди лишь один Протасов. Литовченко. Есть возможность для хорошей контратаки Протасов. Слева Добровольский. Ну а здесь в центре Литовченко спешил тоже поддержать атаку. Заваров. Олейников. Бессонов. И мяч у хозяев поля. Штайман. И мяч оказывается у Чанова. Особенно болезненно восприняли местные болельщики здесь в ГДР. Два поражения своей команды от сборной Турции. Как образно заметила одна из местных газет. Сейчас посмотрю, что там на поле. Я цитирую дословно. Турецкий ветер вначале превратил нас из оптимистов в реалистов. Ну а затем уже из реалистов и пессимистов. Казалось, футболисты ГДР потеряли все шансы. Но вот 6 сентября команда выиграла. В Исландии 3-0. И вновь вернулась надежда в сердце местных болельщиков. Хидиатулин. Кузнецов. Олейников. Кузнецов. Заваров. Увидел слева Горлуковича. Длинная передача. Высоко выпрыгнул. Креер. И мяч отбил. Ну и при этом нашу полистам нарушил правила. Штаммон. Креер. 30 минут прошло. С начала матча сборных ГДР и Советского Союза на табло. Начальный счет 0-0. Креер. И вновь мы видим мяч у голкипера хозяев поля Гиркохайны. В составе сегодняшних соперников наших футболистов вот в сравнении также с их предыдущим матчем в этом отборочном цикле. Лишь одна замена. Вместо Томаса Дола в атаке играет Андреас Том. Заваров. Добровольский. Подключает слева Горлуковича. Чисто. В подкате отобрал мяч Штайнман. Линднер. Заваров сдох. Такое разочарование на трибунах. Не лучшим образом явно распорядился мячом Том. Литовченко. Михаличенко. Хватает за голову Алексей. Хотел так стенку вывести вперед Литовченко. И здесь что вновь звучит свисток арбитра. Приносит свои извинения Кузнецов. Честно говоря не самые хорошие условия для работы комментаторов на этом стадионе. Вынужден я вести репортаж стоя. Плюс ко всему тут перекрытие козырька над трибуной. Несколько ограничивают что ли обзор. Олейников. Хидиатуллин. И Чанов. Эдуард Гайер и его помощник Эберхард Фогель. Ну внесли некоторые изменения в состав своей команды. Полностью заменили дуэт вратарей. Вне игры. Уходим уже был плажок арбитра на линии. Вместо дуэта Вайсфлаг-Мюллер. Сейчас два голкипера. Хайна и Бройкигам. Вернул Гайер вновь сборную Эрнста. Опытного игрока. Ну рассчитывая естественно что тот рядом с молодыми полузащитниками. И тем же Замаром, и Бонаном, и Вошем. Ну два последних игрока сегодня в стартовом составе на поле не вышли. В общем-то сумеют как-то объединить. Сделать более осмысленной их игру. Ну а так в целом вы знаете достаточно опытный состав сборной ГДР. Скажем, вратарю Хайны 31. Ряд Штаману 31. Дешнер их ровесник. Ну а поворотом Чанова сейчас был Райнер Эрн. Капитан берлинского Динамо. Также опытный футболист. 27 лет ему. Выстокий такой блондин. Но вот перед этим матчем имел он что ли круглые показатели статистики своих поступлений за сборную ГДР. 50 матчей. 20 забитых мячей. Штюгнер. Замар. Ну много нарушений правил. И вот похоже да. Первое предупреждение в этом матче. И получает его наш футболист. Владимир Бестонов. Никто Чанову не мешает. Хидиатуллин. Бессонов. Вы конечно же знаете, уважаемые товарищи, что в эти октябрьские дни наши немецкие друзья отмечают юбилейство республики 40-летие образования ГДР. Программа этих праздничных дней. Вот за три дня пребывания здесь я убедился. Очень яркое, насыщенное. Нашлось в ней также место и физической культуре, и спорту. Вчера на центральных улицах города здесь в Каламарштаде прошла очень интересная эрхотипетическая эстапета. Продолжалось несколько часов, несмотря на проливной дождь. И тем не менее, надо было видеть, с каким азартом бежали тысячи мальчишек и девчонок. Именно тысячи. Дело в том, что этапы были совсем небольшие, но от силы 150-200 метров. Но, впрочем, о том, сколь успешно в ГДР обстоит дело и с большим спортом, и с тем, что мы называем массовой физической культурой, вы их прекрасно знаете. Ну и, естественно, в центре внимания любители спорта и футбол. Настоящий футбольный дистанцию нашей страны высадился в эти дни в ГДР. Судите сами. Вчера играли между собой молодежные команды сборные ветеранов наших двух стран. Впрочем, обо всем этом чуть позже. Нарушал здесь правила Штюбнер. Заваров, Михаличенко, Добровольский. Заваров, Добровольский. Заваров здесь слева поддерживает атаку Горлукович. Нет передачи на ход Добровольскому. А, впрочем, может, мяч-то и посылал Заваров не Добровольскому, а еще правее Протасову. Но тут остается, естественно, только гадать мяч у вратаря сборной ГДР. Около 10 минут остается до окончания первого тайма. Счет в матче сборной ГДР и Советского Союза пока не открыт. Далеко, к самой линии штрафной площади, вышел Виктор Чанов. Ну и плюс к этому был там, да, был офсайт у нападающего сборной ГДР. Горлукович. Рукой. Токчанов показывает партнерам. Далеко буду выбивать мяч. Это и делает. Бессонов, Михаил Ильиченко, Литовченко, Хидиатуллин. Разобрали, так вы знаете, наших футболистов на своей половине поля. Игроки сборной ГДР. Бессонов. Наверное, это тоже одна из причин этих передач на своей половине поля нашей команды. Кузнецов. Олейников. Олейников сегодня играет на месте опорного полузащитника. Ну, в конце концов и в Ювентусе. Геннадзов поставил его на это привычное для Сергея место. Дело в том, что в нескольких матчах в начале чемпионата Италии Олейников сыграл на позиции крайнего полузащитника. Провел, если не ошибаюсь, один матч на месте свободного защитника. Но вот сегодня он также занимается, в общем-то, привычным для себя делом. Эрнст отбивает мяч Бессонов. Пятый номер. Это Матяц Дёшнер. Да, левый защитник. Он левша подает угловые справа. Кузнецов. Замер. И мимо ворот летит мяч. Ну, вспомнил я сейчас об Олейникове, об Ювентусе. Настроение в целом и у Заварова, и у Олейникова хорошее. Жалею только лишь, что вот с деревьей не свел во втором этапе кубка UEFA Ювентус какой-нибудь из наших команд. Ну, понятно, что хотелось бы им лишний раз приехать домой, на родину. Но, впрочем, дело это еще, возможно, и поправимое, лишь бы и Туринский клуб, и наши команды продолжали выступать в этом турнире. Возможно, кто-то из наших клубов кубки UEFA дальше и встретится вот с клубом из Турина. Заваров. Ну, обычно матчи вот сегодняшних соперников проходят в такой, я бы сказал, напряженной борьбе. Ну, напряженной, прежде всего, имея в виду, что много единоборств, много такой силовой игры. Кузнецов, Хидиатуллин, Олейников не держатся пока он, к сожалению, в эти минуты в центре поля мяч у наших. Штюгдер, Заммер, Эрнст, Крейер, Штайнов справа получил мяч. Хотел вернуть его к Рейеру. И удар. Приходится мяч в Горлуковича и оказывается за линией наших ворот. Угловой справа выполнят футболисты сборной ГДР. Спешит туда, к угловому флажку, все тот же Дешнер. Чанов руководит партнерами, да и, похоже, нужна здесь помощь нашему футболисту. Это был Игорь Добровольский. Чанов. Показалось, что многим не дотягивается до мяча, но все-таки самыми кончиками пальцев Виктор сумел мяч забрать. Заваров. Спротасов. Нет. Чанова у мяча отбрасывать было нельзя. Кузнецов. Бессонов. Хорошая позиция у Добровольского. Немного, правда, показалось, не отпустил там Игорь мяч. Думаю, если будет повтор, еще раз мы посмотрим этот момент. Ну, на мой взгляд, пока наиболее такой острый, опасный момент у ворот сборной ГДР. Да, уже доставал мяч Добровольский в таком шпагате, что ли, пытался до него дотянуться. Естественно, нелегко было ему сыграть более точно, ударить посильнее. Похоже, что-то около двух с половиной минут остается до окончания первого тайма матча в Карломаркштадте. Не случайно сборная ГДР выбрала именно этот город, именно этот стадион с местом проведения этого матча. Дело в том, что, как рассказывали мне перед началом матча немецкие коллеги, в девяти предыдущих матчах в Карломаркштадте сборная ГДР одержала девять побед. Ну, футболисты, наверное, впрочем, как и всякие спортсмены, по-своему верят в приметы. Наверное, не будем их в этом упрекать, но посмотрим, принесет ли и сегодня вот успех хозяевам поля стадион имени Эрнста Тельмана в Карломаркштадте. Хидиатуллин, Добровольский, Штюбнер, Штайман, Замер. Ну, не правда ли? Спокойно, надежно, какое слово тут еще можно употребить, расчетливо. Играют пока наши в обороне, и несмотря на то, что да, вроде бы и большими силами атакуют футболисты ГДР, вроде бы все делают и активно, но особо опасных моментов у Ворочанова, ну, практически создать им пока почти не удается. Протасов. Хорошо на скорости уходит от Линдера, но я думаю, арбитр сейчас должен показать желтую карточку защитнику сборной ГДР. Вы знаете, уже ушел от него Протасов. Но правилами не самого хорошего, наверное, тона считается, когда комментатор высказывает свое отношение к тем или иным действиям арбитра, но сейчас мне показалось, что все было бесспорно. Нет, предупреждения не будет. Вновь на трибунах оживления среди болельщиков нашей команды. Бессонов. Михаличенко. Выпрыгивает до мяча, не дотягивается. Кирстен. Горлукович. Олейников. Литовченко. Михаличенко. Слева один Добровольский. Ему хотел, да, ему отправить мяч Михаличенко. Нет, передача была неточна. Да, много борьбы, но вот, к сожалению, часто и нарушают правила футболисты. Том с мячом. Дешнер. Эрнст. И прозвучал свисток арбитра из Швеции Бюс Хелена об окончании первого тайма. Пока в матче сборных ГДР и Советского Союза ничья 0-0. Перерыв. Начинается второй тайм отборочного матча чемпионата. Мира матча, в котором сборная Германской Демократической Республики принимает сборную Советского Союза. Возможно, кто-то опоздал к началу нашего репортажа. Напомню, сборная СССР в красных футболках. И ворота, которые защищает Виктор Чанов, сейчас будут слева от нас. Но чуть позже я напомню, в каких составах играют команды. Внимательно смотрю на игроков. Похоже, замен в перерыве не произошло. Да, счет после первых 45 минут игры 0-0. Креер. Штайнман отбирает мяч Заваров, но судья показывает, при этом наш игрок нарушил правила. Итак, гости футболисты сборной Советского Союза. В воротах Виктор Чанов. В защите вправо, в стороне номер Владимир Бестонов. Слева Сергей Горлухович. У него на футболке пятый номер. Свободный защитник третий водитель Хития Турин. Передний центральный защитник четвертый номер Олег Кузнецов. Посмотрим, чем закончится подача этого углового удара возле нашего ворота. И я продолжу. До состава КамАЗа. Бестонов мяч отбивает Заваров. Вновь Бестонов. Добровольский. Креер. В полузащите у нас слева один из ценовер Игорь Добровольский. Справа восьмой Геннадий Литовченко. Опорный полузащитник шестой Сергей Олейников. Вперед несколько выдвинутый, скажем так, в центре по отношению Колейникова. Седьмой капитан команды Алексей Михайличенко. И девятый Александр Заваров. Впереди десятый номер Олег Протасов. Креер. Подача в район 11-метровой отметки. Головой бил в пульс Кирстен. Литовченко. И длинный пас вперед на Протасова. Аплодисменты на трибунах. Линдер. Обередил нашего нападающего. Дештер. Ошибка. Олейников. Протасов. И грубо. Грубо. В борьбе здесь с Протасовым действовал защитник сборной ГДР. Состав хозяев пуля. Дирк Хайне в воротах. Защитники сборной ГДР. Второй номер Рональд Креер. Третий Дирк Штамман. Четвертый Матиас Линдер. Пятый Матиас Дешнер. Дешнер и Креер играют на флангах. Штамман и Линдер в центре обороны. Полузащитники. Шестой Матиас Замар. Седьмой Йорк Штюблер. Восьмой Рико Штайман. Десятый Раймер Эрмс. И два футболиста впереди. Девятый номер Ульф Кирстен. И одиннадцатый Андреас Том. Валерий Лобановский. Главный тренер сборной Советского Союза. Эдуард Гайер. Главный тренер сборной ГДР. Матч обслуживает судейская бригада из Швеции. Арбитр в поле Бухеллен. Не скажу, что первый тайм прошел. В общем, такой захватывающей, интересной борьбе. Впрочем, простите, Добровольский. Креер. Штайман с пяткой Замару. И уже с мячом Олейников. Кузнецов. Горвукович. Простите, это был Пицсонов. И отбросил он мяча на Ухиди Ацулин. Олейников. Простите, это был Пицсонов. Простите, это был Пицсонов. Олейников, Бессонов, Олейников. Чемпионат ГДР, я напомню, проводится по системе осень-весна. Нынешний чемпионат, текущий, стартовал 12 августа. Сейчас сыграно 6 туров. Лидирует футбольный клуб Магдебург и Дрезденская Динамо. Эти команды имеют по 10 очков. Третий результат у Берлинского Динамо, 8 очков. Горлукович. Нет, от капитана сборной ГДР Рональда Креер оказался, значит, там на беговой дорожке. Заваров. Хорошая передача налево Добровольскому. Успел Игорь оценить положение партнеров, но вот, к сожалению, передача оказалась не точной. Ну и здесь была блокировка. И удар выполнен хозяева поля. Вы знаете, вот, знакомясь с положением дел во внутренних соревнованиях здесь, в ГДР невольно, естественно, сравниваешь, как ходят зрители здесь на матче внутреннего чемпионата, как у нас. И вы знаете, обратил внимание на то, что упал зрительский интерес вот к чемпионату Германской Демократической Республики. Скажем, вот после шести туров в сравнении с минувшим чемпионатом на 150 тысяч меньше болельщиков посмотрело вот матчи чемпионата ГДР. Ну, наверное, одна из причин здесь заключается и в неудачной игре сборной ГДР в отборочной группе чемпионата мира по футболу. Ну и вообще хватает, вы знаете, критических, таких острых публикаций, статей в местной спортивной трессе. Отмечается, что если обычно сборная ГДР, сильнейшие клубы этой стороны, прежде всего, ну, что ли, самой сильной стороной их игры были хорошо подставлены, хорошо организованы командные действия. Сейчас не все получается в этом плане, ну и плюс к этому явно не хватает личностей в футболе, не хватает ярких игроков. Но результативность тоже не очень высокая, в частности, вот в последнем шестом туре в 13 матчах было забито только 22 мяча. Бестонов. Ну и обратил внимание еще, честно говоря, на один момент вызвал он у меня удивление. Самый результативный игрок в чемпионате ГДР по итогам минувшего сезона Торстен Кютшев. Он тогда забил 17 мячей, и сейчас у него лучший показатель 5 мячей. Он динамовец из Дрездена, но вот сборную ГДР, тем не менее, не привлекается. Нет, положения вне игры здесь не было. Напрасно сигнализировали арбитру на линии поднятием рук защитники сборной ГДР. Но, впрочем, мяч у хозяев поля. Кирстен, Горлакович высоко в воздухе поднимает мяч, Эрнст, Линднер, Штаман, Эрнст налево на Тешнера и хорошо сыграл Бестонов. Падает Эрнст. Арбитр так предупреждает Кузнецова еще раз, и, возможно, будет предупреждение. Нет, похоже, арбитр так посмотрел, что да, получил там травму 10-й номер сборной ГДР. Он уже, как мне показалось, по реакции пострадавшего футболиста принял решение показать желтую карточку и Олегу Кузнецову. В первом тайме предупреждение получил Владимир Бестонов. У Кузнецова, кстати, это уже второе предупреждение в этом отборочном цикле, и он, естественно, будет вынужден пропустить следующий матч. Последний матч нашей сборной в этом турнире. Я напомню, эта встреча состоится 8 ноября в Симферополе. Наша команда будет принимать сборную Турции. Так вот, чтобы закончить разговор о Турстане Гютшеве, ну, как видите, не только в нашем футболе есть игроки, которые, может быть, и при хорошей игре результативны за свой клуб. В сборную, тем не менее, не привлекаются, но, точнее сказать, не подходят к модели, вот, скажем так, игры главной команды своей страны. Горлукович. Добровольский. Олейников. Ну, можно ожидать, что в ситуации, когда лишь победа, еще раз напомню, в этой встрече может устроить сборную ГДР, может оставить еще какие-то теоретические шансы на выход в финальный турнир чемпионата мира, ну, можно ожидать, что еще более активными, более решительными будут действия хозяев поля впереди. Мощнейший удар Замара, но мяч, наверное, там в нескольких сантиметрах просвистел от боковой стойки наших ворот. Ну, говорю так, неуверенно, наверное, с той точки, где находится наша комментаторская кабина, это было видно не очень точно, но повтор убедил, да, не ошибся, я совсем рядом со стойкой прилетел этот мяч. Олейников. И от Тома мяч выкатился за пределы поля. У нас сегодня в резерве Василий Рац, Олег Лужный, Андрей Загмонтович, Иван Еремчук и вратарь Дмитрий Харин. Литовченко. Не дотянулся до мяча штабом. Заваров, он штрафной. Подача налево. Горлукович несколько задержался, Добровольский там до мяча не дотянулся. Штайман точно на Кирстена. Креер. Штюгнер. Штайман. Дешнер. Шестером атакуются Борису сборной ГДР. Завар. Какая острая передача штрафную. Нет, в финале не будет. Не удержался там на ногах Кирстен. Ну, а согласитесь, острую передачу нацеленный. Такой пас на девятого номера сборной ГДР сделал партнер. Запасные игроки-хозяев поля. Детлев, Шотлер, Бурхард, Райх, Уэ, Вайдеман, Томас, Доль и вратарь Перембройки-гам. Протасов. Острейший прострел вдоль ворот. Прокатывается мяч по линии площади ворот. Но никто, никто из наших не успевает замкнуть вот хорошую, не правда ли, передачу справа Олега Протасова. Ну, впрочем, не успевает, наверное, слово здесь не самое точное. Попросту никого из партнеров Протасова там не было. Дешнер, Штаман, Креер. Дешнер с мячом. 14 минут прошло после перерыва. По-прежнему на табло. Начальный счет 0-0 в матче сборных ГДР и Советского Союза. Заммер. Штюбнер. Креер. Грукович на Михаличенко. Заммер. Оказывают, пока здесь, возле кромки поля, помощь 10-му номеру сборной ГДР Райнеру Эрнсту. Том. Креер. Штайнман. И Грукович не дает сопернику подать мяч. Выбивает мяч за линию ворот. Заммер. Креер. Штайнман Штюгдар Это Кирсен там с мячом Сумел обыграть Игорь Лукович Подача на заморо, удар головой Спокоен И в этой ситуации Виктор Чанов Так вот, вчера встречались молодежные сборные ГТР и Советского Союза Это был матч отборочного турнира Чингтоната Европы Выиграли хозяева поля футболисты сборной ГТР 3-2 И таким образом сейчас положение турнира таблицы здесь выглядит так Наши по-прежнему впереди после пяти матчей У сборной ГТР второй результат 5 очков Ну и по одной игре осталось здесь сыграть соперников Я напомню, что лишь победители групп, в том числе и это, где выступает наша команда Выйдут в 1-4 финала чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд Как видите, и здесь у наших игроков шансы хорошие Ну а по олимпийской системе четвертьфинальные матчи вот этих соревнований уже состоятся в следующем году Будет тогда уже 10-й финальный турнир вот этого молодежного чемпионата Европы Ну и в двух предыдущих турнирах в 76-м и 80-м годах В годах, я напомню, наша сборная выигрывала эти соревнования В матче ветеранов ГТР и Советского Союза Эта третья игра проходила в Трэзбине Победу одержали наши игроки со счетом 4-1 И вот сегодня в Карауманштадте проходит третья реча футболистов Стоевременно покинул ворота, вышел, выбежал вперед и Харчанов Опередил Кирстена Пистонов Олейников Заваров Горлукович, Заваров Протасов Михаличенко Неожиданно остановился мяч, застрел там в траве Казалось, путь к воротам открыт Но дальнейшего атака, дальнейшего развития, простите, как вы видели, эта атака не получила Хидиатуллин Олейников Протасов Перед ним один штабан Литовченко Нет, мяч Геннадию остановить не удается Да, лишь три встречи останется вот после этого матча сыграть в третьей европейской отборочной группе Я напомню, 25 октября сборная Турции будет принимать команду Австрии Восьмого ноября об этом ночью я уже вам напоминал В Симферополе сыграет сборная Советского Союза и Турции И в заключительной встрече 15 ноября состоится матч Австрия-ГТР Сегодня, кстати, эта встреча транслируется и на Австрию Рядом со мной работает комендатор австрийского телевидения Да, и в Австрии, естественно, с большим интересом, может быть, даже и нетерпением ожидают исхода вот этого матча в Карломаркштадте Штаман Литовченко Замар Ну и, да, нарушил там правило Штюбнер в борьбе с Кузнецовым Олейников Добровольский Пошел вперед Хидиатуллин, мяч потерял, да, надо быстрее возвращаться назад Том Олейников Добровольский Кузнецов Не успели, вы знаете, сейчас вернут свои штрафные полузащитники сборной ГТР Но, к сожалению, к сожалению, потеряли там наш мяч А имели, как показалось мне, численное преимущество в атаке сейчас футболисты сборной Советского Союза Ну, вы знаете, по-разному, естественно, можно подходить при оценке той или иной игры Ну, вот, скажем, в таком турнире отборочная группа Пять команд по два раза встречаются между собой соперники Вправили мы требовать, ну, ни в коей мере я не желаю, может быть, объяснить То, что, ну, не всегда получается достаточно содержательной, достаточно зрелищной игра нашей команды Но вправили мы требовать, чтобы такой она была в каждой игре Или все-таки главным моментом здесь должна быть стратегия вот подобных турниров Где все же главная победа Да, две сборные из пяти команд участниц ведут борьбу за выход на финальный турнир чемпионата мира в Италии Ну, думаю, что обе точки зрения, наверное, могут иметь, да и имеют право на существование Наверняка кто-то из вас думает, да, кто-то иначе Но все же, на мой взгляд, в этой ситуации Главное, чтобы то, что наша сборная завоевала путевку в Италию, стало фактом Да, поспешили мы, видимо, несколько поздравить нашу сборную Вот с выходом в финальный турнир после ничейного результата матча в Австрии Надо еще одно очко Дешнер И положение вне игры у Андреаса Тома Ну, хотя, с другой стороны, естественно, эту логическую цепочку Которая минуту назад другую начал Можно продолжить и так, что, естественно, слова эти банальные Но, тем не менее, все взаимосвязано и результаты, и качество игры Но до начала чемпионата мира в Италии еще 8 месяцев И, естественно, работа, целенаправленная работа по усилению игры И отдельных венев, отдельных футболистов По наигрыванию каких-то тактических военков Естественно, она будет продолжаться На сегодняшний день, думаю, большинство из вас со мной согласится Главное обеспечит нашей команде на все 100% выход в финальный турнир чемпионата мира Хотя, еще раз подчеркну Наверное, и с точки зрения ожидания Такой захватывающей, ну, очень зрелищной игры Наверное, не в полной мере, скажем мягко так Сегодняшний матч оправдывает надежды кого-то вот из наших болельщиков Ну, впрочем, все это несколько философские моменты Давайте опустимся на землю Итак, смотрю на табло 25-я минута второго тайма В матче сборной ГТВР и Советского Союза Забитых мещей в этой встрече пока нет Кузнецов И Диркхайне Линднер Эрнст Дешнер Дешнер с мещом Линднер Крейер Том Недовольны здесь на трибунах, естественно, болельщики сборной ГТВР Немецкие любители футбола Да, ожидалось, что Много будут сегодня атаковать хозяева поля Но, честно говоря, и их игра в атаке Ну, возможно, это моя субъективная оценка Но, тем не менее, на мой взгляд, она не впечатляет Но, с другой стороны Отметим, опять-таки, у нас Спокойную, хладнокровную игру Наших вот вблизи своей штрафной площади Дешнер Сумел обыграть сразу трех наших игроков Четвертого прошел Олейникова Ну и Горлукович так сильным ударом Откровенно отбивает мяч Подальше от ворот Линдер Из-за боковой выбросил мяч Ну и тут все спокойно Добровольский и Чанов Была там игра рукой, да Арбитр уже остановил игру Так, посмотрел сейчас Олег Протасов налево На бокового арбитра Именно помощник студии Сигнализировал поднятием флажка Вот то, что подыграл там себе рукой Протасов Бессонов Литовченко Протасов Может Олег убежать Заваров в центре, передача Левее отличный удар Геннадий Литовченко Но какая комбинация Вы знаете, просто Похоже в настоящем шоке Там защитники сборной ГДР Один лежит из них Полузащитник Замбер на траве Да Красивая И что более приятно Результативная атака сборной Советского Союза Хорошая подача справа Олега Протасова Внимание коллеги из футбольного обозрения Я уверен И этот гол Будет в числе Претендентов на гол Месяца Прекраснейший гол Геннадий Литовченко Выводит сборную Советского Союза Вперед Ну, сейчас мы Можем несколько более Спокойно Сказать Ружье Которое Впереди может быть Несколько вычурное Но тем не менее Образное выражение Которое висело В первом акте на сцене Все-таки В конце концов Выстрелило Да, вроде бы Не хватало остроты Нашим впереди Но Этот эпизод Все-таки хочется верить В целом Не случайно Характерен для игры Нашей сборной Ну, различные Турнирные Стратегические цели Впрочем, не буду тут повторяться Что-то вновь объяснять Что-то оправдывать Гол, красавец Хорошая атака И Геннадий Литовченко Смотрю на секундомер Какая примерно Это Какая-то Минута Да Титр Который вы увидели Я-то этого титра К сожалению не заметил Подсказывает мне Редактор нашей трансляции Из Москвы Александр Козлов Был, естественно Неправильный Мы с вами прекрасно видели Но, впрочем Может быть Этим титром Наши коллеги Из ГДР Отметили и Олега Протасова Действительно Передачу он сделал хорошую Итак На 29-й Минуте Второго тайма Геннадий Литовченко Открыл счет В этом матче Кирстен Хорош Хорош Горлукович Опасно Там справа выходил Кирстен И вот так В падении Защитник нашей сборной Выбил мяч За линию ворот Да Не правда ли Стало чуть Веселей Ну что Будем ожидать Что уже сегодня Наша сборная Может сделать Как мы говорим Как говорят юристы De jure de facto И уже сегодня Мы поздравим Сборную Советского Союза С путевкой на финальный турнир Чемпионата мира В Италию Говорю я со знаком вопроса Говорю осторожно Еще есть время До финального свистка Чанов До мяча не дотягивается Но тут наших Было много Сразу 4 футболиста Перекрывали Возможный Полет Путь мяча В ворота Да Произошла замена В составе хозяев Поля 15-й номер Томас Доль Он нападающий Увлекся я Вновь и вновь Возвращаясь К тому моменту Когда Геннадий Литовченко Прекраснейшим ударом Забил мяч И честно говоря Пропустил Кого-то видел Доль Чанов мяч отбивает Повторный удар Мимо ворот Итак 15-й номер Томас Доль Футболист Берлинского Динамо Ему 23 года Сегодня проводит Свой 23-й матч За сборную ГДР Ну а Самый опытный В составе Хозяев Поля Рональд Креер Ну опытный Если считать По количеству Матчей Сыгранной Сборной Сегодня У него Здесь 63-я встреча Штаман Креер Кузнецов И Чанов Да Появилась На табло Надпись Литовченко 74-я Минута Геннадий Литовченко Забил Свой уже Третий Мяч В этом Отборочном Цикле Он Сейчас Самый Результативный В нашей Сборной По два Мяча На счету Добровольского И Михаилищенко По разу Ворота Соперников Поражали Заваров И Протасов Ну а Самый Результативный Игрой Сборной ГДР Андреев Том Он Забил Три Меща Нужна там Помощь Александру Заварову Бессонов Штаман Литовченко Литовченко Заваров Слева Один Добровольский Увидел Его Все-таки Заваров Нет Ожидал Мяча Игорь Но С другой Стороны Чуть Раньше Показалось Не мог Заваров Сыграть На Добровольского Доль Крейер Штюбнер Доль Забар Штаман Штюбнер С мячом Доль На Завара Не точно Литовченко Здесь вступает В борьбу За мяч Мяч летит Налево Дешнеру И уже Добровольский Отправляет Мяч На угловой Чанов Покинул Ворота И мяч Оказывается В сперте Ну Какая-то Вы знаете Секундная Растерянность Какое-то Замешательство Среди наших Защитников Казалось Их там Было Больше 3-4 Игрока И тем Не менее Хозяева Поля Сумели Сравнять Счет Показывает Нам Крупным Планом Девятый Номер Это Ольф Кирсен Давайте Еще раз Посмотрим Подачу Этого Углового Удара Не успевает Чанов Там В борьбе Со своими Чужими Игроками Спиной К воротам Находился Кирсен И тем Не менее В окружении Ну Сразу Там Трех Наших Защитников Первым Устел К мячу И сравнял Счет 1-1 Защитников Игроках . Усть Мns Усть Все Усть 文 Около пяти минут остается до окончания отборочного матча чемпионата мира по футболу Матча третьей европейской отборочной группы в Карломарштадте на стадионе имени Эрнста Тельмана Во встрече сборных ГДР и Советского Союза ничья 1-1 на 74-й минуте матча О, простите, счет уже 2-1 Хозяева поля выходят вперед, но так неожиданно, вы знаете, все изменилось в этом матче 74-й минута Геннадий Литовченко выиграл в сборную Советского Союза вперед 1-0 Как вы понимаете, и тогда оставалось играть совсем немного, но казалось Казалось, что многое в этом матче уже решено И тем не менее, вот в течение нескольких, буквально 2-3 минут Хозяева поля сумели не только отыграться, но и вот только что после мощного удара Матча с заморой за пределом штрафной площади выйти вперед Ну а первый мяч в сборной ГДР забил Ольф Кирстен Да, как все изменилось Очень важный матч, прежде всего для хозяев поля Лишь победа в этой встрече оставляет шансы футболистам сборной ГДР На выход в финальный турнир чемпионата мира Задача, стоящая перед нашей сборной, куда менее сложная Необходимо набрать только одно очко в двух последних матчах И тем не менее, вы знаете, ну, навряд ли, наверное, тут даже самые горячие поклонники Сборной ГДР на трибунах стадиона в Карл-Марштадте Ожидали после того, как прекрасным ударом без преувеличения Литовщенко открыл счет Что их любимцы смогут все-таки вырвать победу в этой встрече 43-я минута уже идет второй половины игры Ну, было, правда, там несколько остановок 2-1, 2-1 сборная ГДР ведет в счете Хидиатурин Бестонов Заваров Набрасывал туда Александр Мяш-Штрафной Увидел рывок Михаличенко Вдоль Креер Штюгнер Наши из-за боковой Ему с мячом Кузнецов Еще одна поперечная передача Олейников Направо на Бестонова И Олейников справа делает рывок Предлагает Здесь дальнейшее развитие атаки Нет, мяч летел туда в центр штрафной площадки на Протасова Успевают защитники сборной ГДР вывести его за пределы поля Бестонов Хидиатурин Горлукович Подача штрафную На дальнюю штангу летит мяч Только сейчас туда успевает Игорь Добровольский Опередил его Дешнер И уже вдвоем идут вперед Доль и Том Против одного Кузнецова Доль Ходит штрафную Выходит один на один Чановым не удается нападающему сборной ГДР Перебросить мяч через нашего вратаря Хорошо сыграл Чанов В последний момент рукой Успел остановить полет мяча Да, еще одна острейшая атака хозяев поля Которая, согласитесь, вполне могла оказаться голевой Вдвоем Томас и Доль вышли против одного Кузнецова И точно разыграли мяч Остановка в игре Нужна, похоже, помощь и игроку нашей сборной И футболисту команды ГДР Арбитр показывает футболистам так жестом на свой секундомер Да, фиксирую, сколько времени будет продолжаться эта пауза Ну, естественно, этот вопрос Сейчас интересует футболистов обеих команд Нет, похоже, и Заваров, и Штюбнер Они там оказались на газоне Смогут продолжить игру Наши будут бить штрафной На метров 10 разбегается Кузнецов Нет, подошел к мячу Сильно бить не будет Хидиатурин Мещается налево Бить соперники не дают Литовщенко пятка направо Бессонов, он возле угла штрафной площади Отличнейший момент Бьет головой Михаил Ильиченко И где мяч? Мяч на беговой дорожке Отбивают туда его защитники сборной ГДР Добровольский Добровольский, Горлукович Атака наших футболистов продолжается Добровольский И с мячом креер Капитан, правый защитник сборной ГДР Хидиатурин Срезается мяч Куззамара И попадает в центральный круг Бессонову Тот Отбрасывает его назад Чанову Атаковал здесь Бессонова Адоль Так Что делает наш голкипер Естественно Сильным ударом посылает мяч На правую половину поля Михаил Ильиченко Линднер Головой вновь возвращает мяч В центр поля Кузнецов Время второго тайма Уже истекло 45 минут после перерыва истекли Естественно Сейчас уже только арбитр знает Сколько еще будет продолжаться игра Олейников Бессонов Михаил Ильиченко Грудью Алексей сбрасывал мяч Себе повод Удар Занес для удара левую ногу Но Мяч к воротам не прошел И еще одна замена В составе сборной Германской Демократической Республики 14 номер Это Уве Вайдеман А вступит он в игру Вместо Рика Штаймана Но не спешат Хозяева поля С этой Заменой Ну Прекрасно мы с вами Понимаем Вот Так Можно выиграть Еще несколько десятков секунд Уве Вайдеман Игрок команды Рот Вайс Из Эрфурда Мяч в руках У голкипера Хозяев поля Дирка Хайне Доль Игра уже на левой Нашей половине поля Дешнер Вайдеман И удар Отворот Чанова Подняли со скамеечки Запасных Тренеры Резервные игроки Сборной ГДР Что-то кричат Подсказывают Футболистам Которые сейчас на поле И атака Хозяев Поля Хозяев Сборной ГДР Начинается слева Кирстен Доль Олейников Литовченко Наши И за боковой Отправят мяч в поле Бессонов Литовченко Бессонов Нет Вратарю Штамон отдавать Не мог Там был И Заваров И Протасов И Хедиатурин Отбрасывает мяч Уже своему Вратарю Чанову И звучит Финальный Слисток Арбитра И Швеции Бухеледа Таким образом Сборная ГДР Выиграла На своем поле У Сборной Советского Союза Со счетом 2-1 Я напомню На 74-й минуте Игры счет Открыл Геннадий Литовченко Затем На 80-й Андреас Том Появилось на Табло Уточнение Андреас Том Сравнял счет И на 82-й Минуте Матча Полузащитник Сборной ГДР Маттиас Замер Вывел Свою команду Вперед Таким образом Наша сборная По-прежнему Разглавляет Турнирную таблицу Имея Теперь уже Теперь уже После 7-й Матчей 9 очков Сборная Австри 6 встреч 7 очков 7 очков Стало и у сборной ГДР Но после 7 встреч Свой Следующий И заключительный Матч В этой Отборочной Группе Наша сборная Сыграет Еще раз Напомню 8 ноября В Симферополе С командой Турции Ничья В этой Встрече Выведет Нашу Сборную В число 24 команд Участниц Финального Турнира Чемпионата Мира В Италии Ну конечно Жалко Что так Сегодня здесь Все закончилось Для нашей Команды В Карломаркштадте Но подождем До 8 ноября Будем на этом С вами Прощаться Советское Телевидение КТР Ну пока вы видите Камейку Запасных Нашей команды И сейчас Главным Тренером Команды Является 44-летний Эдуард Гайер Наставник Трезденского Динамо Михаиличенко Наконец Ничего не успеет 5 минут Сыграли команды Еще раз Напомню Наш рассказ О подборочном Матче Который имеет Порядковый Номер 17 Матче Третьей Европейской Отборочной Группы Между сборными ГДР И Советского Союза Стадион Заполнен До отказа Ну и есть тут Несколько тысяч И Наших болельщиков Бистонов Добровольский Налево На Горлуковича И удар Отворот Да Эдуард Гайер Лишь вот Второй Матч В этом Отборочном Цикле Руководит Игрой Своей Команды Но Впрочем О Тренерах Сегодняшних Соперников Наших Футболистов Чуть позже Эрнст Отправил мяч Налево Дешнер Замер Олейников Своевремен Оказался Вот на том Участке Поле И уже Олег Кузнецов Начинает Очередную Атаку Нашей команды Опережает Добровольского Креер Футболисты Пяти Клубных Команд Представлены В сборных Обеих Страну У нас Наибольшее Представительство Имеет Киевская Динамо Шесть Игроков Из этого Клуба А у Команды ГДР Дрезденская Динамо Дрезденская Динамо Делегировала Четырех Игроков Национальной Сборной Своей Страны Невежливо Там Обошлись Заваровым И возле Самой Кромки Поля Уже Наши Получили Право На штрафной Удар Владимир Бессонов Он сегодня Играет на месте Правого Защитника Спрашивает у Арбитра Где произошло Нарушение Правил Оживление На трибунах Звучит Родное Шайбу Шайбу Олейников Заваров Далеко Выходят Вперед Защитники Сборной ГДР Пытаются Создавать Здесь Близишной Штрафной Площади Искусственной Вне игры Михаличенко Добровольский Хорошее Начало Атаки Добровольский На Добрый вечер Уважаемые Товарищи Приглашаем Вас В Германскую Демократическую Республику В Карлмаркштад На стадион Имени Эрнста Тельмана Стадион Заполнен До отказа Около 30 тысяч Зрителей Пришли Сегодня На этот матч Да, наш рассказ Об очередном матче В третьей Европейской Отборочной Группе Чемпионата Мира По футболу Матч В котором Встречаются Сборные Германской Демократической Республики И Советского Союза Убежден Что вы все Прекрасно Знаете Положение Турнирной Таблицы Нашей группы Мы его Сейчас вам Еще раз Напоминаем Успели Наверняка Уже Рассмотреть Все возможные Варианты Да, перед Четырьмя Последними Встречами Вот этого Группового Турнира Лучшие шансы На победу В нем Имеют Прежде всего Наши футболисты Но также Сборная Австрии Я напомню Две Из пяти Команд Участниц Этого Турнира Получат путевки На финальный Турнир Чемпионата Мира Вполне возможно Что девяти очков Которые уже Имеет наша команда И хватит Чтобы завоевать Эту путевку Ну а уж Десять очков Введут ее В число Двадцати четырех Команд Финалистов Наверняка Поэтому задача Которая на сегодняшний день Стоит перед нашей Командой Очевидно Понятно Набрать в двух Оставшихся матчах Одну очко Что касается Сборной ГДР Лишь победы В двух заключительных Матчах При удачном Течении От пятых Позволят И рассчитывать На поездку В Италию Таковы что ли Главные Исходные моменты Начальные условия Вот в преддверии Этой игры И согласитесь Не назовешь Одинаковой Мотивацию У соперников Впрочем Игра началась И теперь Все внимание Естественно На футбольное поле И так Как обычно В начале О составах Играющих команд Сборная Советского Союза Красные футболки Белые трусы В воротах Виктор Чанов Второй номер Владимир Иссонов Оба Динамо-Киев Третий Вагист Идиатуллин У вуза Франция Четвертый Олег Кузнецов Динамо-Киев Пятый Сергей Горлукович Локомотив Москва Шестой Сергей Олейников Ювентус Италия Седьмой номер У капитана Нашей команды Алексея Михайловиченко Восьмой Геннадий Литовченко Оба Эти футболисты Как вы знаете Динамовцы Киева Девятый номер Александр Заваров Ювентус Италия Десятый Олег Протасов Динамо-Киев И одиннадцатый Игорь Добровольский Динамо-Монква Валерий Лобановский Главный Тренер Нашей сборной Сборная Германской Демократической Республики В воротах Дирк Хайме Футбольный клуб Магдебург Второй номер Капитан команды Рональд Крейер Локомотив Лепцик Третий Дирк Штаммон Магдебург Четвертый Матер Линднер Локомотив Лепцик Пятый Матер Дешнер Шестой Матер Заммер Седьмой Дерг Штюбнер Все Динамо-Дрезден Восьмой Рика Штайнман Футбольный клуб Карл Маркштадт Девятый Ульф Кирстен Динамо-Дрезден Десятый Райнер Эрнст Динамо-Берлин И одиннадцатый Андриас Том Показывает, что можно продолжать игру Михаил Ищенко Штамман Пошел вперед Вот в этой атаке И свободный Защитник сборной ГДР Бородатый Футболист Третий номер Диркштамма Ну а здесь Справа Стремится обострить Ситуацию Штайнман Решение арбитра Наши Наши должны Выполнить Штрафной удар Не знаю Видите ли вы Повтор Вот Этого Эпизода Наш редактор Из Москвы Сейчас мне подсказывает Да Повторы До вас Доходят Ну в мяч Хотел тут сыграть Александр Заваров Никакого нарушения Правил не было А что затем Конечно же Опасная игра О Притом тут Руками Атаковал Заварова Соперник Ну Довольно Такой Не правда ли Зрелищный Повтор Скажем так Хидиатуллин Добровольский Киркстен Подождал Один Один Стоял Геннадий Литовщенко Чуть повыше Бы И чуть Посильней Штайнман В одно Касание Хотел Киркстен Вернуть Мяч Штайнману Литовщенко Получился Интересным Геннадий 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 А начинал Вот нынешний отборочный турнир сборная ГДР Вспомните под руководством Бернаштанги Он готовил команду к двум матчам Потом следующие три игры на капитанском мостике Был Ман-Светсап И вот вновь еще одна смена тренеров Ну, причины, я думаю, вам тут понятны Неудачно сыграли сегодняшние соперники наших футболистов В большинстве матчей вот этих соревнований Протасов Уходит от Линдера Михаличенко может набить Кузнецов бьет, но гораздо выше Выше ворот пролетел мяч А показалось мне, вы знаете, что сам капитан нашей сборной Алексей Михаличенко мог завершить эту атаку ударом Хорошую передачу сделал ему Протасов Но, впрочем, атаковал тут Михаличенко соперник И еще одна Могла получиться быстрая атака у наших футболистов В последний момент в подкате Там из-под ноги у Заварова Смогли защитники сборной ГДР выбить мяч за пределы поля Заваров Олейников Михаличенко Олейников Добровольский Олейников Мяч перехвачен Штайнан Замер Вновь замер с мячом Ну, ожидали, естественно, наши футболисты Что с первых же минут матча соперники будут стремиться атаковать, атаковать и еще раз атаковать Да, напомнили мы вам ситуацию в турнирной таблице Только победа в этом матче оставляет еще какие-то шансы сборной ГДР На выход в финальный турнир чемпионата мира Вновь штрафной справа и вновь его готовится выполнять Рональд Креер Олейников мяч отбил Добровольский Хотел сыграть на Заварова Штайнман Ну и показалось мне, что грубо там сыграл Штайнман Нет, арбитр Также Динамо Берлин Главный тренер Футболистов ГДР Эдуард Гайер И об арбитрах Судейская бригада из Швеции Арбитр в поле Бу Хелен Он как раз сейчас на ваших экранах был Помогают ему Бу Карсон и Герен Лундберг Представитель ФИФА Комиссар ФИФА, как мы говорим Ежи Фиатковский из Польши Хозяева поля из-за боковой Сейчас отправит мяч в игру Сделает это Матиас Линдлер Далеко разбегается Похоже, мяч полетит туда В штрафную Нет Вот сюда К линии штрафной площади Кирстен Он на траве Арбитр на месте Нарушения правил Ну, решение, судим вам понятно Штрафной В сторону наших ворот И два футболиста у мяча Нет Штайман Отбросил мяч к Рейеру И сейчас вот отсюда справа Капитан сборной ГДР Будет подавать мяч Туда В центр штрафной площади Кузнецов Его отбивает Штайман И Добровольский здесь Опередил Крейера Наши Да, наши футболисты Отправят мяч в поле Заваров Неожиданно нелегкой Для нашей команды Оказалась дорога Вот на этот матч Вчера Большую часть дня Наша сборная провела Шереметьево Никак не могла улететь В силу разных причин Из Москвы И в конце концов Вы знаете Сумела добраться Сюда в Карломарштад Лишь глубокой ночью Практически За 12 часов Вот до начала Этой игры Ну как вы сами понимаете В этой ситуации Нашим игрокам В общем-то Можно посочувствовать Положение вне игры Фиксирует арбитр На линии У Игоря Добровольского Сравниваю Наш состав Составом В котором выступала Наша команда В предыдущем Отборочном матче Чемпионата мира В Австрии И если не ошибаюсь Лишь одно изменение Вместо Федора Черенкова С первых минут Играет Сергей Олейников Да вот К сожалению Двум спартаковским Футболистам Федору Черенкову И Сергею Родионову Как отметил В беседе со мной Главный тренер Нашей сборной Вот травмы Помешали Этим игрокам Принять участие В этом матче Родионов правда Был на сборе В Новогорске Но приехал туда С травмой И решили Тренеры в этой ситуации Не рисковать Ну а так Все остальные Практически здоровы Линднер Далеко летит мяч После его броска И нарушают Там правила Хозяева поля Произошла Смена Руководства С бордой